Привет, я журналист Алексей Мацука, и это мой блог о том, как дела дома. В Донецке, где я родился, вырос и много лет проработал журналистом. В отдельных районах Донецка и Луганска областей крупные промышленные предприятия переживают кризис и уже не первый год. Группировки ЛДНР тщательно скрывают правду о том, сколько денег недополучают работники заводов и шахт, сколько человек лишились работы за последнее время и главное, почему так происходит. Местные телеканалы показывают только позитив. Запуск новой лавы, отправка очередной партии продукции в Россию и т.д. и т.п. Нам же остается мониторить, наблюдать, собирать за информацией, которая поступает из альтернативных источников. Группировка ДНР задолжала шахтерам предприятия Донбасс углереструктуризация зарплату еще за 2014-2015 годы. Также есть задолженность по зарплате работникам угольных складов. Об этом сообщает издание «Зеркало недели», ссылаясь на документы, которые им предоставили источники. Долг по зарплате к середине июня составил почти 110 млн. российских рублей — это 42,3 млн грн. Директор предприятия по фамилии Ястремский написал письмо на имя первого заместителя так называемого министра угля и энергетики группировки Анатолия Нестеренко. Вот этот Ястремский пишет, что в коллективе напряженная обстановка дошла до того, что актеры массово обращаются в прокуратуру, чтобы добиться хоть какой-то справедливости и выплат. В феврале все счета Донбассу углереструктуризации были арестованы. Единственным источником погашения задолженности по заработной плате в Донбасс углереструктуризации являются денежные средства, поступающие от продажи материалов угольной продукции, оказанию услуг, аренды имущества. В документе также прикрепляется таблица по задолженности, общая сумма долга на предприятии. Перед почти тремя тысячами человек составляет 74 млн. рублей. Это 28 млн. рублей. В сети продолжает появляться информация и о долгах на других предприятиях, которыми сегодня с подачи России управляет южно-осетинская фирма Внешторгсервис. Долги по зарплате на филиалах Внешторгсервис в ДНР на сегодня составляет почти два месяца. Ранее переводы были 1 июля 10% и 8 июля 3%. Так закрыли апрель. 18 июля сотрудникам выплатили около 30% заработной платы за май. Остается июнь и уже подходит к концу июль. Такая разбитая на 3-6 платежей в месяц зарплата не позволяет работникам ощущать ее и планировать трату средств. С одной выплаты денег хватает на покупку еды и отдать долги знакомым. В Ордло лишь часть промышленных предприятий работают на полной мощности и выдают продукцию. Это Янакиевский металлургический завод. Я напомню, на прошлой неделе там был пожар, погиб один человек, еще один травмирован. Под контролем ЛНР работает Алчевский металлургический комбинат. На меньшей мощности, но работает Макеевский металлургический завод, Янакиевский коксохимпром и Ясиновский коксохимзавод. Остальные предприятия перебиваются временными заказами или стоят, а сотрудники получают 2 треть зарплаты. Такие условия привели к оттоку квалифицированных кадров. Люди стали увольняться, что мы прогнозировали еще и в марте. Например, за летний период с МЗ рассчитались около 100 человек. Там установили лимит расчетов до 20 в день. На ДМЗ и смежных предприятиях ситуация аналогичная. Я напомню, весной работники машиностроительного завода «Донецк Гормаш» требовали погасить задолженность по зарплате, которая накопилась с 2015 года. Аналогичные проблемы и на химзаводе «Стирол» в Горловке и Донецком электротехническом заводе. По данным украинского правительства, из-за долгов группировка ДНР может закрыть Снежнянский машиностроительный завод. С мая по июнь в Ордло бастовали еще и работники шахт. Это шахтеры Никонорновой в Зоринске и горники шахты Комсомольская в Антраците. Проблемы все те же. Угроза безработицы, отсутствие денег за выполненную работу и никаких социальных гарантий и защиты прав рабочих. Я и дальше буду следить за ситуацией дома и на всем Донбассе. А вы подписывайтесь на телеканал Дом в социальных сетях, чтобы ничего не пропустить. Оставайтесь с нами на связи. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!